В Саратовской области хотят возродить самолетостроение. Сегодня на территории региона около десятка предприятий, которые могут обеспечить большую часть сборки и комплектации авиационной техники. Например, электроприборостроительный завод имени Сергу Арджиникидзе уже готов поставить на поток производство систем автопилотов для легких тренировочных и небольших пассажирских самолетов. На чем основана такая уверенность, разбиралась Юлия Шишкина. На сборке авиационных приборов на заводе имени Арджиникидзе работают в основном женщины. Тонкие проводки и микросхемы требуют особой ловкости рук и усидчости. Светлане Бакутовой этой нефтягость уже 45 лет. Говорит, здесь и творчество – собрать прибор по чертежу и ответственность. Концентрация внимания доведена до автоматизма. Самолеты, вибрации и все прочее. Если ты не закрепил где-то один винтик, это может быть большая-большая беда. Потому что где-то он сам отвернулся, где-то попал, закоротил цепь, и там все что угодно может быть. За почти вековую историю саратовский завод имени Арджиникидзе пережил взлеты и падения. Был всесоюзным лидером отечественного приборостроения в советские времена. А в лихие 90-е здесь выживали, собирая игрушечные машинки. Время больших самолетов вернулось, считают областные власти. На днях губернатор Валерий Радаев поставил задачу возродить производство самолетов на территории Саратовской области. Давно пора, говорят на заводе Арджиникидзе. Не нужно ничего никуда возить. Все находится здесь. Трудовые резервы есть, компетенции есть, высшие школы есть, разработчики здесь есть, технологии, механообработка, комплектация. Все здесь у нас есть в Саратовском регионе. Генеральный директор Дмитрий Ханенко уверен, если Саратовский САС решат реанимировать, то проблем с комплектующими и авионикой не будет. Уровень специалистов, а сейчас штат завода Арджиникидзе 570 человек и мощности оборудования позволяют. Например, вот эта установка наносит радиоэлементы на матрицу по заданным параметрам за считанные минуты. Вручную ушло бы полдня. Внедрение такой машины позволяет унифицировать наше производство и его автоматизировать. В плане того, что вот эти элементы даже вручную мы их просто физически не нанесем. Здесь уверены, что легко обеспечит своей авионикой не только САС. Завод Эмир Джаниникидзе уже сейчас работает на несколько российских производителей бронетанковой техники и самолетов. Сюда на ремонт приходит бортовая авиационная техника со всей страны. Они приходят к нам с Руслана, с Ил-76 как раз таки есть. Ну и многих других, в принципе, практически все самолеты, какие у нас летают. Есть у завода Арджиникидзе и собственные инновации. Сейчас здесь разрабатывают модель полностью стеклянной кабины самолета в соответствии с мировыми стандартами.